Я хотел бы поделиться буквально чуть-чуть. Вы знаете, мы читаем это место, ну, наверное, много раз. И даже не только верующие, но и неверующие. Мы читаем это место, но иногда бывает мы его пролистываем, иногда бывает мы его как-то так, ну, зачем оно нам тут и написано, это место из Писания. Вы знаете, что это за место? Как вы думаете? Это родословие Иисуса Христа. Открываем Матфея и сразу оно. Давайте мы почитаем. Почитаем, я поделюсь рассуждениями, которые положились на сердце, и потом, даст Бог, брат Вадим приедет поделиться словом. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фореса и Зару от Фамари. Форес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иесея. Иесей родил Давида царя. Давид царь родил Саламона, отбывшей за Урией. Саламон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Монасию, Монасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иихонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же Вавилон и Ихония родил Салафииля, Салафииль родил Заровавиля, Заровавиль родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Якова, Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Вы даже, наверное, слушали, думаю, ну как-то оно и слушается не очень, как-то интересно. Ну имена какие-то, люди, события, да. Но здесь описано, есть родословие, здесь Евангелие от Матфея, еще есть написано родословие Иисуса Христа в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки. И одно из них, ну так говорят, что исследователи говорят, что одно из них по линии Иосифа, второе по линии Марии. Но я не об этом хочу доказывать, говорить, ну здесь мы видим ясно. И особенно, знаете, так, люди, которые первый раз читают, думают, ну как тут написано, родил мужчина мужчину, да. Авраам родил Исаака. Но вы знаете, в то время писали родословие по мужескому полу, по мужчине, по мужской линии, да. И писали так, и поэтому оно так, естественно, потому что Матфей, он писал больше для еврейского народа, для еврейского народа, а для них это было важно. Почему? Потому что они любили эти все родословия, а на самом-то деле докапывали все, и здесь все было соблюдено с точностью даже и в этом вопросе. И о чем говорит родословие? Вот наше, вы никогда не, может быть, не исследовали свое родословие? Ну, можно там, скажем, до бабушка, прабабушка, ну прапра еще бабушка. А там кто его знает, кто там был, кто там. Это ж столько веков прошло, столько лет прошло. Это до Иисуса, а еще после Иисуса в 2000 лет, да, сколько много всего и событий, и людей, и кто его знает, как оно на самом деле было. Мы не сможем докопаться. Но здесь мы видим, но родословие, оно показывает или говорит нечто, или показывает происхождение человека. Правда ж? Ну, я, у меня Константинович, у меня отец Константин, значит, и так дальше, и так дальше. Родословие показывает происхождение. А для еврея ортодоксального в то время родословие имело действительно большую ценность. И из родословия люди узнавали о происхождении человека. И так, помните, апостол Павел тоже так говорит. Говорит, я о себе, что он еврей из евреев, помните такое? Колено там Вениаминова по учению фарисеи и так далее, и так далее. Он про себя тоже там рассказывает. И это были его, как бы, о нем что-то говорило. И родословие Иисуса Христа, оно показывает, прежде всего, принадлежность Аврааму. Да, вы помните, там, мы дети Авраама говорили. И роду Давида. Давида. Мне интересно, я вот так вот читал, но я позже скажу. Здесь Давид, он назван Давид-Царь. Все остальные, там же тоже цари дальше после Давида идут. И не сказано там дальше. Соломон-Царь, Царь, Царь, Царь. А вот Давид, что-то вот написано, что Царь. Потому что мы знаем тоже, какое значение имеет. И он служил Богу, послужил извалению Божию. И все цари, которые сравнивались после, они не так, как раб мой Давид. Или так, как раб мой. То есть сравнивались с Давидом. И это говорило о том, что они ждали, они ожидали обещанного Мессию. А Мессия из рода Давидова, из рода Давидова, который должен был прийти. И это тоже им должно было указывать, даже по этому тоже признаку должно было указывать, что Иисус Христос есть тот, о котором предвещали пророки, о котором предвещали цари, помазанники. Да, что Он тот, обещанный Мессия. Просто представления людей о Мессии отличались от того, как видел это Бог. Потому что и так и мы. Мы читали в начале служения, открой очи мои, чтобы мне увидеть чудеса закона. Потому что можно заблуждаться, можно понимать закон Божий, слово Божье, можно понимать по-своему, проецировать по-своему. А не так, как истинно хочет Господь. И они тоже, они ждали Мессию, но который придет, освободит их от римского рабства, оккупации, все там перевернет, царем станет, как вот во время Давида, золотая эпоха, золотая эра, да, все будет хорошо и мы будем опять просветать. Но Иисус Христос сказал, что царство мое, оно не от мира сего, не от мира сего. И я не буду уже так много говорить в плане, можно было бы еще поговорить, хотя кто-то может сказать, что это неинтересно, но много еще на этом месте говорить. Но я вот, смотрите, в этом родословии включено пять женщин. Помимо всего прочего, там мужчины, 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 и включено пять женщин. Это Фомарь, Раав, Руф, моя Витянка, Вирсавия и Мария, Мать Иисуса Христа. Пять женщин. Обычно в те времена, вот что интересно, женщины, они не включались в родословие. Они не включались в родословие. Мы знаем, вот давайте так перечислим, кто такая была Фомарь. Фомарь была невесткой Иуды, помните эту всю историю, там не совсем такая, как бы, хорошая история по-нашему, да, переоделась в блудницу, Иуда вошел к ней, она родила Фареса и Зару. Кто такая была Раав? Она была вообще блудницей. Да, но она приняла Саглядатаев. И дальше там, ну, дальше мы можем прочитать, это Иисус Навин, вторая глава. Это так, немножко такой краткий, краткая характеристика. Руф, моя Витянка, кто такая была? Она же не была с израильского народа. Она была моя Витянка, по закону Моисея, не могла войти в родословие Христа по причине своего происхождения. Ну, там, не мог войти в общество Господне, в общество Израиля по некоторым признакам. Вот она не могла. Но, смотрите, Христос, Христос, по своей великой любви и милости принимает людей, которые приходят к Нему с покаянием. Эти все женщины, помимо всего, та же Раав, та же другие, да, моя Витянка. Моя Витянка, она обратилась, говорит, Бог твой будет моим Богом. Да, Раав блудница, она тоже стала, покаялась и стала, как израильский народ. И Бог принимает, Иисус Христос принимает людей, которые каются, которые приходят к Нему с покаянием. И те, кто отображен в родословии Христа, я думаю, недостойны этого. Так бы, если бы и не было, то не написано было бы. Не написано было бы, да. И может быть, знаете, такая мысль, что может быть в начале пути человек может отступиться. Может где-то, знаете, там жить жизнью. И мы тоже все, ну, большинство из нас, мы же, говорят, с детства верующие. Но тут я сидящий, я думаю, что мы не с детства все. Не с детства. Мы жили там где-то себе, своей жизнью, а потом пришли к Иисусу Христу и обратились к Нему. И когда мы обратились к Нему, покаялись, примирились с Ним, то Он принял нас в Свою семью. Мы теперь дети Божьи. Слава Богу. И так и бывает, что, может быть, отступились или, может быть, вообще другое. Но когда приходят к Иисусу Христу к покаянию, к покаянию, то Иисус Христос по великой любви своей милостью принимает. Принимает. Во времена Ветхого Завета также у женщины не было права голоса. Вы знали об этом? Сегодня сестры могут пойти на голосование, проголосовать где-то там в государстве. Да, не имели права голоса. Они характеризовали, характеристика была такая, что они должны были принадлежать либо мужу, либо отцу. Ну, вот так. Вот так. Но в Новом Завете, в Новом Завете Христос говорит так. Это не говорится о том, что, знаете, сегодня есть там равноправие, все-все-все, нет. Но где-то Иисус Христос поднял статус женщины. Поднял. Как было в том, это было не только в Израиле, это было, ну, в тех, да, в том мире, когда, в том восточном мире, где мы, ну, читаем историю израильского народа. Там все это так было. Но в Галатам 3, 28 написано, во Христе Иисусе уже нет ни иудея, да, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Для спасения теперь уже, да, для спасения, неважно происхождение наше, неважно мы рабы, свободные, или женщина, или мужчина, да, во Христе Иисусе Господь принимает, и мы теперь дети Божьи. Да, в служении, возможно, там есть, невозможно описать, в служении есть некоторые различия. В служении, да, так же само и в семье написано, всякому мужу глава Христос, а жене глава муж. Все-таки там немножко эта иерархия, но это тоже для блага, для блага нашего. Это так Господь сделал, это для блага нашего. Когда оно все так вот происходит, мужу глава Христос, а жене глава муж, там дети, все, то благословение в семье. Это благословение. А когда бывает, женщина хочет властвовать, ну, часто оно заканчивается, я не хочу вас как-то немножко унизить, да, или что сказать, потому что у женщины есть своя роль, и она благословенна, она хорошая, быть помощницей, да, быть помощницей и спутницей жизни, но не главенствовать, но помогать мужу. Поэтому это все было, и эта вся иерархия установил Господь. И еще в этом месте есть Писание, что меня затронуло в этом родословии, да, смотрите, мы прочитали, было 14 родов. Сначала было 14 родов от Авраама до Давида, да, 14 родов. Потом от Давида до переселения тоже 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа тоже 14 родов. Я не знаю там значение, есть люди толкуют значение там цифры, 14, что означает. Кто-то говорил, что 7 это полнота, а Иисус Христос говорил истина, истина, то 14 это истина, истина. Ну, я не знаю, это так, я слышал, это кто-то так уже вникает там, да, но здесь интересно, что, смотрите, от Авраама до Давида, от Авраама до Давида, это было время, смотрите, 3 политических формирования, 3 политических строя, от Авраама до Давида были патриархи, патриархальное управление и времена судей. Помните, это все было до царей. И в этот период дал власть Бог народу израильскому, дал право иметь судей, чтобы они, да, дал, как бы такое, можно сказать, самоопределение. И судьи совершали, и кто слушался, да, то судьи были часто, или в основном они были исполнителями, носителями воли Господней, спасали, мы можем прочитать книгу судей. До этого были патриархи и так дальше. Это такое было управление. Дальше от Давида до переселения в Вавилон времена царей. Другой немножко строй, да, помните, как они просили царя. Израиль попросил у пророка Самуила, последнего судьи, чтобы он поставил им царя, царя. И после первого царя Саула был помазан Давид. А тот тоже был помазан Самуилом. И дальше, смотрите, от переселения в Вавилон до Христа, там тоже определенное было. Там уже не было царей, потому что они были захвачены. Даже когда они вернулись отстраивать, то все равно там, по прошествии какой-то времени, там греки там пришли, потом римляне и так дальше, и так дальше. Они, ну, как бы, не были свободны в том смысле, как государство. Но там было, знаете, времена, это было времена засилия определенных политических партий. Фарисеи, помните? Саддукеи, книжники и так дальше. Ну, такое было управление. И вот кто-то был, кто-то причислял себе к партии фарисеи, кто-то саддукеи, кто-то зелоты там еще были, или там есеи и так дальше. Это вот такое управление. Но смотрите, я хотел сказать не об этом. Это мы можем дома еще поразмешать, не об этом сегодня хочу сказать. Была определенная свобода в поступках, да? Но люди не достигли совершенства. Не достигли совершенства ни при каком политическом формировании, ни при каком политическом строе. Как бы ни было, но они, Израиль продолжал грешить, менялись, менялась власть, менялся строй, менялось все. Но Израиль продолжал грешить, служил, поклонялся кому? Ваалу вместо Бога, Астарте, Римфану и так дальше. И так дальше. Бывают люди сегодня тоже говорят, вот в Советском Союзе там хорошо там было, классно, нам бы туда вернуться. Я не знаю, я немного там в Советском Союзе прожил. Но тем не менее, вы знаете, какое бы ни было, мы думаем, что при социализме, например, кто-то думает, что при социализме было плохо, при капитализме будет хорошо, а при демократии вообще будет хорошо. Но мы сегодня видим, что какое бы ни было, что там, что тут, грех остается грехом. И люди как тогда были грешными, так и сейчас остаются грешными. И порой бывает еще и хуже. Но те, которые были праведны тогда, остаются праведными. И в другое время, несмотря на то, какой меняются времена, цари, возможно, политика какая-то, все, но праведный человек, он остается праведным пред Богом. Праведным пред Богом, потому что он служит Господу, он служит Иисусу Христу. И Библия показывает, что при любом политическом правлении люди все равно остаются в своих грехах. И единственный, кто может им помочь, не царь, не олигарх, не, возможно, какая-то партия, не еще кто-то, а Господь Иисус Христос. И мы сегодня тоже исчисляем до Рождества Христова и после. Потому что действительно это очень важное событие в жизни всего человечества, всего мира. Родился Спаситель, Спаситель миру. И он не был каким-то политиком, не был в какой-то политической системе, скажем так, ну не нес эту систему, потому что они ждали. Но он нес спасение, спасение, оправдание людям, всем человекам. А тем, которые приняли его, дал власть быть детьми Божьи. И еще один момент интересный, но вы дома поразмышляете еще над этим местом. Еще один момент интересный. Некоторые люди, ну может я ошибаюсь, братья поправят, но здесь в этом месте описания, некоторые люди даже были изглажены из родословия Иисуса Христа. Вот смотрите. Ну, может поправят потом. Ну я вот так вот думаю, и для меня такое послужило таким уроком или прообразом. Матфей 1.8. Написано, что Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иоран, Иорам родил Озию. А на самом деле, я прочитал в книге царств, там был Ахозия. Сначала был Ахозия, потом Иоас, Амасия и потом только Озия. Три царя. Три царя. И три царя, получается, были вычеркнуты из этого родословия. А если мы почитаем характеристику этих царей, посмотрим на этих царей. Это были цари иудейские. Там был отдельно цари израильские, но родословие цари иудейские, потому что по Иуде. Цари иудейские. То мы видим, как эти цари себя вели. Они были полностью нечестивы пред Богом. Полностью нечестивы пред Богом. И не просто нечестивы, а они не покаялись потом. Даже тот же Манасия, который сколько времени совершал, он покаялся. А эти цари, они не покаялись. И если родословие Иисуса Христа, то это такой прообраз, что мы можем читать и где-то в чем-то брать для себя духовный урок. Может быть, подражать даже в вере. Тот же Манасий, каким бы ни был, но когда пришло время, он покаялся над всем. И Господь помиловал. Господь помиловал. И смотрите, Ахозия, он был один из самых крайне нечестивых царей. Который убил своих братьев. Совершил много таких дел, которые были беззаконниками. Беззаконные. И Аз начинал свой путь хорошо. Помните, наставлял его священник Иодай. Там все было правильно. А потом, когда Иодай умер, он впал в идолопоклонство. И так и до конца продолжал. И Амасия тоже был идолопоклонником. Тоже был идолопоклонником. И ни один из этих царей, он не раскаялся. Мы не видим на страницах Писания, чтобы он раскаялся в содеянном. И не оставил свое нечестие. То, что он там это нечестие привнес в Израиль. Ну, да, там Амасия тоже все. Но он не покаялся. Он не покаялся. Фомарь. Раав блудница. Руф моя витянка. Версавия. Вошли в родословие Христа. А три царя нет. Представляете? А три царя нет. И смотрите, для меня это такой духовный прообраз. Знаете, какой? Если мы в своем сердце или в своей жизни гордимся, превозносимся, ставим себя выше кого-то, то нужно помнить о примере вот этих гордых царей, которые не покаялись. Они не покаялись. И знаете, каждый из нас, он пишет свое родословие, как Иисус Христос, у него было родословие. Каждый пишет свое родословие, свою жизнь. Мы его народ, мы народ его паствы, мы искуплены драгоценной кровью. И нам не надо преклоняться сегодня под чужой ярмоз неверными. Нам надо, и не надо быть рабами греха. Но Господь Христос говорит, возьмите иго моё на себя, ибо иго моё благо и бремя моё легко. Господь дал нам свободу сегодня. Свободу от рабства греха, свободу от рабства этого мира, свободу от дьявола и от смерти. И дал нам возможность, или сегодня написано, не от того радуйте, что там служения какие-то, ещё, а радуйтесь от того, что ваши имена, они записаны в книге жизни. И дай бы Господь, чтобы эти имена, они были вписаны до конца наших дней, и не были изглажены. Потому что, кто стоит, бойся, береги, чтобы не упасть. Мы должны бодруствовать над собой, хранить своё сердце, чтобы какая-то мысль злая или гордость не поступила, и чтобы мы не отступили от Иисуса Христа. И в конечном итоге не изглажены были наши имена, тоже из книги жизни. И поэтому бывают ошибки. Тот же Давид совершал ошибки, правда? Другие люди совершали ошибки. Но они умели каяться. Бывают ошибки. Но написано, Бог не стыдится. А вот Авраам и Сааке тоже были ошибки. Но Бог не стыдится называться их Богом. Не стыдится называть их своими детьми, так как они приняли Его и покаялись. Так как они приняли Его и покаялись. И пусть сегодня, я так размышлял, думаю, Господи, помоги, чтобы и моё сердце, и наши сердца сегодня были открыты к Богу, открыты к Иисусу Христу. Да, мы можем сравнить себя, да, где-то мы до Божьих стандартов ещё не дотягиваем. Где-то мы несовершенные. Возможно, где-то кто-то совершил ошибку. Возможно, кто-то думает, да я такой окаянный грешник, ну что мне уже, куда мне уже идти? Но Господь принимает людей, которые приходят к Нему и каются. Каются. А если бы кто-то совершил, мы имеем ходатай. Если бы кто-то совершил, да, мы сегодня имеем Иисуса Христа, который мы хорошо пропели, да, что... Хорошо, что мы имеем Иисуса Христа в своей жизни. Почему? Потому что без Христа было бы всё напрасно. Но Христос сегодня, Он сидит одесну и Отца. Он ходатайствует за нас. Если мы приходим к покаянии, если мы приходим и смиряемся перед Ним, то, написано, Он, будучи верен и правден, простит, простит и очистит нас от всякой неправды. Мы не должны оставаться в гордости, в своей гордости, как и те нечестивые цари, которых мы сегодня говорили, да. Но нужно продолжать... Если есть какой-то момент такой неправильный в нашей жизни, мы должны прийти смирённо, раскаяться пред Богом и жить дальше, проставляя Его за искупительную жертву, которую Он совершил, да, и живя жизнью, которую Иисус Христос жил и оставил на страницах Священного Писания. Почему? Потому что, если мы будем так поступать и жить, то у нас есть будущность и надежда. Почему? Писание говорит, Бог гордым противится, а смирённым даёт благодать. И все люди, которые приходили в смирении, покаянии, Бог даёт благодать. Благодать спасения, благодать прощения, благодать вечной жизни. Пускай Бог благословит каждого из нас, чтобы действительно мы и дальше молились, и дальше читали, не оставляли это Слово Божье, и молились в своём сердце, каждый раз открывая страницы Священного Писания, «Господи, открой очи мои, чтобы увидеть мне чудеса закона Твоего». И Господь будет нас учить, наставлять, даже на таких вот, казалось бы, таких местах из Писания, которые, ну что там, можно уже для себя какие-то моменты взять. Но Бог наставляет и учит, чтобы мы приближались к Нему. Пускай Бог нас всех обильно благословит. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...